Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о управлении реальностью. Каждый человек, вероятно, желает, чтобы реальность соответствовала его жизненным принципам, чтобы он намеревался и это осуществлялось. Но зачастую так не происходит. И я хочу объяснить почему. Между тем, что мы хотим, и внешним, существует определенная, ну скажем так, барьера. То есть существует определенное то, что мы должны преодолеть для того, чтобы это произошло. И вот это преодоление, оно воспринимается каждым по-разному. Тут соответствие внутреннего намерения и внешнего намерения Вселенной, чтобы они соединились и вы почувствовали, да, это реализуется, это то, что мне нужно. Это именно, вот знаете, когда вы не продолжаете усиленно действовать, очень долго добиваться чего-то, а когда в вашу жизнь приходит самое важное, и это происходит как бы как само собой. Вот в этом я и говорю. Это исцеление вашего внутреннего состояния. То есть вы, возможно, заметили, что когда внутри хорошее, спокойное состояние, то вы можете от жизни получать то, что вам необходимо. Это касается не каких-то даже там глобальных вещей. Это просто обычный поток жизни, да, то есть когда вы встречаетесь с нужными людьми, когда вы получаете от жизни правильные предложения, да, то есть когда вы чувствуете, что происходит с вами, а что с вашими близкими, родными. То есть у вас есть вот это контакты с этой Вселенной. И получение от жизни того, что необходимо, да, то есть управление реальностью происходит, когда вы осознанны. То есть что такое осознанность? Это присутствие в настоящем моменте, в потоке жизни. То есть в потоке это когда вы не залипаете в прошлом или в будущем, ваше внимание не застает там, а когда оно двигается в потоке и реализуются те вещи, которые действительно нужны для вас. То есть когда вы чувствуете, что вот так правильно, а так нет. И действуете в соответствии с этими намерениями. Это все происходит самым естественным образом. То есть что такое естественно, да? Когда вам не нужно прилагать какие-то усилия, вот вам не нужно как-то кого-то перестраивать под себя, да? Даже не нужно себя по сути перестраивать. Этот процесс реализации происходит сам собой. Вот я заметил какую вещь, что когда какое-то такое дисгармоничное состояние, появляется какое-то волнение, усталость, болезненные эмоции, то действия лучше не предпринимать. Почему? Потому что действия будут направлены, ну скажем так, не во благо, да? Они будут действовать, ну скажем так, неосознанные, да? То есть вы будете совершать ошибки, будут происходить какие-то, ну скажем так, нелепые случайности, да? То есть будет происходить что-то такое, что будет разрушать больше вашу жизнь, чем созидать. То есть действовать важно в хорошем состоянии. Что такое намерение, да? Намерение – это ваше вот такое тонкое чувствование, да? Я это вот желаю, да? Но в то же время это не просто как желание, а в то, что это как импульс, да? Что это реализуется, это реализовано. Вот, потому что люди понимают желание и намерение несколько по-разному, да? То есть желание – это как просто я хочу, а намерение – это как вот это происходит, это реализуется. То есть вот в таком плане, то есть намерение – это такой более тонкий, тонкий постулат, тонкое чувствование Вселенной. Вы наверняка видели в жизни, что когда у вас есть правильное намерение, да? То есть что значит правильно, да? То есть что вы создали это внутри себя и отпустили во Вселенную. И дальше уже Вселенная находит способ, как это реализовать. То есть, например, вы хотите, чтобы у вас была высокооплачиваемая работа, или свой бизнес, или любимая женщина, мужчина, или хорошее отношение с близкими людьми, или вы хотите, например, отправиться в какую-то поездку, да? То есть все это желание. Ну вот как это происходит в намерении? Когда вы зарождаете это и чувствуете, да, это воплощается в моей жизни. То есть это происходит, и я чувствую, как это происходит в моей жизни, как это воплощается и получаю от жизни, ну скажем так, прелести от этого, да? То есть вы как бы отпускаете это, и Вселенная дает вам возможность вот внешним намерением это реализовать. То есть внешнее намерение это что? Это когда, ну скажем так, силы Вселенной, да, помогают вам в реализации того, что вы запустили туда. То есть вы не требуете, вы не ждете, то есть вы не как-то ненасильно действуете, да? То есть это процесс такой коммуникации. То есть вот единство, по сути, разума, души и тела. Что такое внешнее, да? Ну скажем так, внешнее это концепция нашего разума. Вот, и на самом деле пространство, оно едино. Вот, и когда в этом едином пространстве вы, вы находитесь в состоянии единства, то вот происходит как раз процесс реализации намерения. То есть это четко очень чувствование. И вот сейчас процессы очень ускорились. Вы, может быть, почувствовали, да, как меняются биоритмы Вселенной, как приходят новые люди, как приходят новые осознания. То есть что мы все как единое целое, да? Если что-то происходит у одного, потом это начинает распространяться очень быстро у других. И этот вот процесс, это и есть такая квантовая трансформация, да? То есть квантовое, по сути, исцеление, о котором я говорил в своих видео, да? Почему это происходит? Потому что мы, каждый из нас, ну вот как субъект, когда мы чувствуем, это очень важный момент. То есть мы как частички единого целого, да, как осознание. Но когда в совокупности, да, это как является единым осознанием, которое может делать, ну, по сути, любые вещи. И в этом процессе осознавания и творения мы создаем, ну, по сути, невероятное. И вот эта квантовая, скажем так, трансформация происходит и ускоряется. То есть вы можете чувствовать, что реальность меняется очень быстро. Прямо вот, ну, можно сказать, день за днем происходят какие-то изменения, даже мгновение за мгновением. И в этой трансформации может каждый человек ощущать себя, других совершенно по-новому. То есть он чувствует, что что-то происходит. Бывает, не всегда понимаешь, как и почему. Но потом это озарение, это понимание приходит. И вот в процессинге, когда я позволяю, помогаю человеку посмотреть, почему это происходит, то есть посмотреть на самом деле на свое прошлое, настоящее, будущее, и посмотреть, а как же, допустим, я могу влиять на реальность, или почему такие события происходят в моей жизни. И, конечно же, это идет все через опыт, да, то есть я не то чтобы, ну, скажем так, даю советы, а я помогаю человеку осознать себя, то есть путем трансформации, путем направления внимания. То есть я как проектор, да, то есть направляю, подсвечиваю какие-то моменты и помогаю человеку пройти через них. И вот тогда происходит изменение, происходит чудесная трансформация личности, души и тела, и вы учитесь сами управлять своей реальностью, то есть вы учитесь, как бы просыпаетесь и начинаете жить осознанно, вот в этом плане. То есть моя цель – это привести вас в состояние осознанности, когда вы можете сами управлять своей реальностью. Давайте сейчас сделаем небольшую практику, посмотрим, как это работает. Сядьте или лягте в удобном для вас месте, чтобы никто не потревожил вас какое-то время. Создайте пространство для сессии, закройте ваши глаза и наполните это пространство любовью. Ощутите себя в этом пространстве и ваше тело в этом пространстве. И посмотрите, есть ли в этом пространстве что-то, что вам хотелось бы изменить, возможно, реализация какой-то цели, мечты, намерения. И создайте это намерение. Например, намерение – я создаю свой высокодоходный бизнес. Или я создаю глубокие и радостные отношения со своим близким человеком, любимым, любимой. Или я создаю чудесную жизнь в своем доме. То есть это может быть любое намерение, вы можете это просто вот так создать и дать во Вселенную, то есть отпустить его, почувствовать вот эту реализацию. То есть вы как бы отпускаете это во Вселенную, дальше чувствуете реализацию. Чувствуете, как это воплощается в вашей реальности, как вы получаете это от жизни. То есть и как вы находитесь в этом. То есть не просто это приходит в ваше жизнь, как бы вы находитесь, допустим, в вашем доме или в вашем бизнесе. То есть что вы делаете, как вы это делаете. Просто прочувствуйте это. Прочувствуйте во всех деталях максимально глубоко, насколько это возможно. И когда вы прочувствуете максимально глубоко, скажите, свершилось, свершилось, свершилось. Благодарю, благодарю, благодарю. И когда вы почувствовали, что это произошло, свершилось, наполните пространство любовью и скажите, да, опять же таки, ну, то есть здесь больше не слова, а ваше тонкое чувство, нет, просто наполните пространство любовью и ощутите, как эта любовь вливается в вас и наполняет ваше пространство. Вот, когда вы почувствовали, что все реализовалось, вы можете на этом закончить сессию, и такие сессии можно делать ежедневно, каждый день, уделяя там 5-10 минут вашего времени, можно и больше, то есть чем больше вы внимания и времени уделяете вашей духовной практике, тем больше у вас будет осознанности и счастья. Вот, и таким образом можно управлять своей реальностью, и самое главное, что я хотел сказать, что нереализация может происходить тогда, когда у вас есть какой-то барьер, то есть когда есть негативный заряд, который мешает этой реализации, это какая-то может быть боль, бессознательность, негативные эмоции или отношения к жизни. Вот, и когда вы убираете это, то реализация наступает. Вот, я, например, убираю негативные эмоции, страхи, боли путем процессинга, то есть это практика, которая помогает рассмотреть негативный заряд и убрать его из своей жизни. Тогда наступает исцеление, и вы можете реализовывать свои намерения и управлять своей реальностью. Если вам интересно, то напишите в личные сообщения и сделаем бесплатную консультацию. Я расскажу подробнее о практике процессинга и о том, как можно улучшить ваше состояние, убрать негативы из жизни, исцелить многие заболевания, которые есть в разуме, душе и теле, и управлять своей реальностью. Вот, и, конечно же, если это видео вам было полезным, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, все мои контакты под этим видео, и, конечно же, включите колокольчик, это напоминание о новых видео на моем канале, и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, что будет им это тоже полезно и очень приятно. Также в описании моей книги – это «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление», где я рассказываю о том, как управлять своей реальностью, и о том, как можно исцелиться от негатива в вашей жизни и прийти к состоянию благости, радости и счастья. Вот, сейчас на экране у вас появились мои видео. Это видео о том, как изменить судьбу и практика процессинга счастья, о которой я только что рассказывал, где можно подробнее узнать о процессинге и узнать, как это работает и применять его в своей жизни. Также мой сайт и подписка на мой канал. Подписывайтесь, друзья, заходите, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Вот, мы на сегодня будем заканчивать, и, конечно же, мы увидимся совсем скоро в следующем видео. Оно выйдет на моем канале завтра. Всего вам доброго, друзья, и до скорой встречи.